Ребенок несовершеннолетний. У меня здесь дочка. Всем привет! А сегодня мы вспомним наших любимых боевых балаболов, потому что давно уже не было ничего про них. Ну, как бы про них была информация, но руки не доходили. А тут вот информация очень интересная. Уголовное дело уже пошло в суд, и уже в суде вот этих вот товарищей пытаются привлечь к ответственности за превышение служебных полномочий. На превью вы увидели какой-то случай. Если вы его не видели раньше, то по ссылочке в описании я вам оставлю. Идите, посмотрите. А меня заинтересовало, что же происходит сейчас в суде, и что рассказывает фигурант. Собирались просто подойти, сделать ему замечание, чтобы он убрал спиртное или ушел с площадки. Подошли, но он сразу себя начал вести как-то неадекватно. Поначалу он шел на контакт, потом как-то эмоционально начал себя вести. Еще раз говорю, согласно законной национальной полиции, сейчас пройдем поверхностную проверку. Область. Нет, поверхностная проверка. Статья 34-я, да? Да. Потом у этого умника и у его подельников возникло желание произвести поверхностную проверку. Хотя, ну, как бы, при чем тут распитие к поверхностной проверке, непонятно. И человек даже соглашается на то, чтобы ну, как бы, была произведена поверхностная проверка, но в какой-то момент полицейский просто тупо начинает лезть человеку в карман. То есть, это уже как бы недопустимо, и человек начинает возмущаться, и после этого перестает идти на контакт. Давно? Недавно. Какой-то что случилось? А что вы его досматриваете, ребята? В карманы не надо лазить. Поверь, ты лезешь ко мне в карманы. Ребята, что вы... Не надо тыкать. Или что, ты что, я тут живу всю жизнь. Выражался нецензурной бранью, ну, не шел на контакт. Ну, после чего было принято решение составить материалы и по факту распития. Конечно, мы действовали в рамках законодательства, но на тот момент попросили его, давайте подойдем к автомобилю, ну, чтобы там уже сколько на обстановке, мы составили материалы. На что он ответил отказом, никак не выполнял наши требования. Тогда мы приняли решение применить физическую... И приняли решение применить физическую силу. Как это выглядело? Выглядело это вот так. Смирает меня. Сейчас я его врать... В машину просто затащу, все, хорошо? Ну, давайте. Присаживай меня, ребёнок здесь. У меня ребёнок здесь. Ребёнок несовершеннолетний. Поверь, пройдём лучше сам. У меня здесь дочка. Говорит, я его просто сейчас затащу автомобиль и все. И дал ему по шее. Ну, дальше они начали его там ломать, крутить, и потом, да, понесли автомобиль. В итоге он получил телесные повреждения. Его даже головой ударили там. То ли об землю, то ли об автомобиль. Но это есть как бы в материалах уголовного дела. То есть такие вот бравые товарищи. Причём, как бы этот сам человек, который распевал, он, в общем-то, ничего не отрицал. Говорит, ну, как бы он признавался. И в суде потом признавался, что да, я распевал, это было, я подтверждаю. На него за это было составлено постановление. И он понёс за это предусмотренную законом ответственность. Но этим, как бы, показалось мало. Они ещё на него составили протокол по 185-й статье Купап, наше любимое, да, злостное неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. И увезли его протокол задержания и всё остальное. Но потом началось ещё кое-что интересное. Уже около двух месяцев нахожусь по домашним арестам. Фактически никуда не могу выйти из дома. Страдает у меня семья из-за этого, потому что я не могу появляться на работе, не зарабатываю денег. А чем ты думал, уважаемый полицейский, перед тем, как творить вот этот вот беспредел весь? Это я согласен. Уважаемый, я с вами даже не разговариваю. Я с вами тоже. Вот и всё, до свидания. А вот и всё, я с вами. То есть тебе было плевать, как бы, да, на права других людей. И ты поступал так, как тебе вздумается. А теперь ты говоришь, страдают люди. От тебя люди не страдают. Тебе, как бы, ну, от этого не сильно, там, как-то, не переживаешь от этого, что люди от тебя страдают, от твоих действий. Наверное, нет. На данном этапе управления патрульной полицией имеет серьёзный дефицит кадров. Более того, оно имеет серьёзный дефицит квалифицированных кадров, профессиональных, которыми являются те ребята, которые сидят сейчас справа от меня. А начальник Вершинин рассказывает, что у них в управлении дефицит кадров. И просит, как бы, их вернуть, да, чтобы они дальше служили, называя их профессионалами. Но если вот это профессионалы, мне даже тяжело представить, кто не профессионал в полиции. Это просто уже какие-то совсем изверги, наверное. Я не знаю. И вот это вот профессионалы. Дал человеку по шее, затащил в автомобиль. Ну, профессионалы, одним словом. Этот папа должен был взять свою дочь и отвезти в спортивную секцию. Соответственно, не быть для неё примером отца, который, извините, бухает на детской площадке. Здесь я не вижу сегодня того преступного действия, которое бы могло подвести их под уголовное производство. Да, догана должна быть, выговор, но и более. И точка. А вот чудесный мэр, я так понимаю, Мариуполя, который говорит, что он не видит состава фактически уголовного правонарушения. Да, отец бухает на детской площадке. Действительно, нехорошо. Это очень нехорошо. И он за это понёс наказание. Но его нельзя за это просто взять бить, давать по шее. И вот мэр говорит, что достаточно вот этим вот товарищам полицейским дать просто по догане, да, ну выговор, да, это называется. То есть ограничиться дисциплинарным воздействием. И всё. Вот смотрите, я никому, конечно, ни к чему не призываю, но интересно поставить так вопрос. Если за то, что вот так вот дать по шее, да, дать леща, так ещё говорят иногда, мэр считает достаточно всего лишь дисциплинарного воздействия, то если выстроится целая очередь к мэру туда, за то, чтобы ему дать леща, нормально будет, что они просто получат дисциплинарную ответственность? Или нет? Или всё-таки это будет какое-то другое правонарушение? Вот у меня вопрос к мэру. Я, например, вообще, возьмём. Я частный предприниматель, и у меня нет начальника. Я даже теоретически не могу получить дисциплинарное взыскание. То есть если я, например, да, условно, теоретически приду к мэру Мариуполя и дам ему по шее, ну, мне не понравится, как он там разговаривает, например, ведёт себя, я тогда вообще ничего не получу, никакого наказания. То есть это нормально, да? Ну, если это нормально, то давайте устроим такой флешмоб. Вот если мэр Мариуполя вдруг это увидит, то я не знаю, давайте, ну, давайте мы с мэром устроим такой флешмоб. Если он согласится, конечно, давайте устроим. Придём и будем ему давать леща все. И за это вот кто работает, официально, тот будет получать выговор на работе. А кто не работает, ну, увы. Попри все, Кальміузький суд сьогодні принял решение продолжить отримание подсудных под домашним арештом. На сегодняшний день я вот смотрю по реестру, судебное дело это рассматривается в суде ещё. Следующее заседание должно быть 21 декабря. Не знаю, там, когда выйдет это видео, когда я его смонтирую, то ли до 21 декабря, то ли после. Ну, в общем, одним словом, ссылочку на уголовное дело я вам тоже оставлю. И смотрите, это ещё не всё. Как я уже говорил, ему составили там за распитие постановления. Он его не оспаривал. Фактически понёс наказание за совершённое им административное правонарушение. Ещё на него была составлена статья 185-я, злостное неповиновение, наше вот это вот любимое. Ссылочку я вам тоже дам. Вот есть постановление Ильичёвского районного суда города Мариуполя, где статья 185, где этот протокол был отменён, и поскольку судья не усмотрела в его действиях никакой 185-й статьи. Ну, это, в общем-то, логично. Я думаю, объяснять не нужно. Не делал никакого злостного неповиновения. Это бред полный. Но что произошло дальше? Дальше произошло кое-что очень интересное. Изначально данное уголовное производство квалифицировалось по части 2-й статьи 365-й Уголовного кодекса, а именно превышение власти или служебных полномочий с использованием физической силы, либо специальных средств. Ну, или специальных средств. То есть там была и физическая сила, и наручники. Поэтому это пошло по части 2-й. Вот мы читаем определение суда, которым отстраняли от должности одного из этих полицейских. Ну, возможно, вот этот, который слева, но не знаю. Не хочу разбираться. Короче, кого-то из них отстраняли от занимаемой должности. Ну, то есть, чтобы он на время суда, в следствии суда не находился на службе. Вот читаем. Вказуются вот эти вот три полицейских, особа 1, особа 3, особа 6, без висунення законных вимог полицейского та попередження про застосування фізичної сили та спеціальних засобів, діючи умисно та явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень полицейского, за відсутності підстав для застосування фізичної сили та з мотивів раптово виниклих неприязних стосунків до особи 5 та до потерпевшего, застосували до нього фізичну сили, прийоми рукопашного боя та спеціальні засоби кайданки. Так, працівник полиції особи 3, застосувавши до особи 5 фізичну силу, наніс йому удар правою рукою в область шиї з лівої сторони, внаслідок чого особа 5 впав на землю, в результаті чого спричинив особи 5 фізичний біль та тілесні ушкодження. В принципе, то, что мы видели на видео, сухим юридическим языком. Это вот так звучит, да? Но это еще не все. Я же говорю, начали они с 365-й, но потом... Это чудеса, такого не бывает. Практически никогда и нигде. Это какие-то единичные случаи. Следователь ДБР, который расследовал это дело, он обратил внимание как раз-таки на вот эту вот 185-ю статью, и после того, как она была отменена, он еще обратился в суд для того, чтобы получить доступ к материалам по 185-й и квалифицировал там, знаете, что? Часть 1-ю 366-й, а именно служебная подделка или служебный подлог. То есть следователь пришел к выводу, ну и поэтому добавил квалификацию по одному из этих полицейских, пришел к такому выводу, что полицейский фактически сфальсифицировал протокол по 185-й и, соответственно, протокол задержания. И поэтому добавил эту статью в квалификацию. Теперь двое из них проходят по части 2-й 365-й, а один из них проходит и по 365-й, и по 366-й. И вот в решении об этом тоже указано, ну не в решении, а в определении суда об этом указывается. Знаходящись у примещенні адміністративної будівлі Кальмівського відділу полиції, полицейский, особа 1, усвідомлюючи незаконність своїх дій та дій полицейского особа 3 та особа 6 по застосованию до особи 5 фізичного насилля з метою прикриття таких дій та створення законних підстав для застосування до особи 5 фізичної сили та затримання склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме протокол адміністративного затримання та протокол про вчинення особи 5 адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 КУПАП, та вніс до них завідомо неправдиві відомості. А саме в графі склад адміністративного правопорушення вказав, що особа 5 з потерпілий не виконав законну вимогу працівника поліції під час проведення поверхневої перевірки, а саме відмовився самостійно показати поліцейському місць особистих речей та підписав його. Я вже вам розказував про поверхностну перевірку, це у нас не осмотру і не обыск, тому поверхностна перевірка вообще сугубо добровольне дело. Нельзя чоловіка принудити пройти поверхностну перевірку, і, соответственно, нет никакой ответственности за отказ проходити поверхностну перевірку, а це значить, це не є нарушенням законного требування. Поліцейський обязан объясняти человеку, що є у нього подозрення, і він намерен произвести поверхностну перевірку. І тут же він должен чоловіку пояснить, що данна процедура не є обязательна, що чоловік має полне право отказатися. А він, значит, производив поверхностну перевірку, чоловік соглашався, викладавав все з карманов, потім поліцейський почав його щупати, і поліз в карман. В итоге человек отказався в дальнішем, скажімо так, проходити цю процедуру. І вот це чудо поліцейський, який розказував, що вони діювали в рамках діюваючого законодателіства, він йому составив протокол по 185-му. Ну чудесно ж! Що чудесніє всього, так це то, що, я ж кажу, такі случаи єдиничні. У мене практично такий же случай сейчас по 173-й мене составив Лукаш. Тоже саме. Хорошія формулировка у суда, що він діював сознательно, діював умышленно. І вот цими діювами і составлением административних матеріалів фактично хотів оправдати применення фізичкій силі і задержання чоловіка. У мене то ж саме получается. Лукаш, скоро в суді відбуваємся, ти ж розумієш. Але таких случаів на самом деле дуже багато. Але чому-то в суд попадають далеко немногі дела. І вот у мене вопрос к Роману Трубе, директору ГБР, ДБР. Роман, скажіть, пожалуйста, а чому у вас в разных областях і вообще у разных следователей какое-то разне отношення к уголовному і к уголовно-процессуальному кодексу? Чому в ідентичних случаях следователь пишет, що він не видит ніяких признаків уголовного правонарушення? А в таких же самых случаях мало того, що він видит 365-ю следователю, так следователь ще докопався, ще і 366-ю працює вменивати одному із них. Вопрос интересний. Не знаю, скажіть, Роман, може, надо куда-то щось заносить, приносить, кого-то просить или у кого-то требувати. Що нужно сделать, щоб ідентичні случаи розслідовались одинаково у вас, в вашем чудесному державному бюро розслідований? Короче, будем наблюдать дальше за цей исторією. хороший, я думаю, буде прецедент, якщо вони получат за це. Ну і все, до связи, пока! Дякую!